Выступление оркестра в войсковой части 32-74 открыло одно из главных спортивных событий года в атомной отрасли – летнюю спартакиаду Атомиада-2023. На отборочный этап состязаний в наш город приехало 210 спортсменов из городов в присутствии госкорпорации. За право выхода в финал спортсмены в НЕФ будут бороться с коллегами из четырёх предприятий Росатома из Москвы и Заречного. Готовились мы, конечно, серьёзно готовились. Хотим победить. Для сами себя, прежде всего, мы хотим победить, потому что у всех есть свои какие-то критерии. Мы понимаем, что есть спортсмены, которые сильнее нас. Но у нас у каждого свой уровень, и мы хотим чуть выше стать своего уровня. Мы очень рады, что могли сегодня приехать сюда. Мы уже не первый раз на этом мероприятии. Ваш замечательный город, очень гостеприимный, очень красивый. Он даже встречает нас с замечательной погодой. И мы надеемся, что праздник будет чудесный. Мы к нему, конечно, готовились. Надеемся на результат. Думаю, что всё у нас получится. И всем желаю успехов. Соревнования будут проходить с 18 по 21 мая. Награды разыграют сразу в нескольких видах спорта. Минифутболе, бадминтоне, настольном теннисе, пляжном волейболе, баскетболе, плавании и лёгкой атлетике. Это уже пятая атомиада, которая проходит в нашем городе. Основными преимуществами Сарова в конкуренции за право принимать такие престижные соревнования стало наличие современной развитой спортивной инфраструктуры, которая позволяет проводить состязания по разным видам спорта в удобном для зрителей и участников формате. Вот уже в последние 17-го года пять раз подряд мы с вами проводим эти замечательные соревнования. Я хочу всем сказать огромное спасибо всем любителям здорового образа жизни, всем любителям спорта, чтобы действительно испытали наслаждение от тех соревнований, которые у нас здесь с вами будут проходиться. На церемонии открытия глава города и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Якимов вручили золотой знак ГТО работнику ядерного центра Александру Михайлову и благодарность «Атомспорт» за большой вклад в развитие физической культуры и спорта Сергею Егоршину. Я знаю, многие из вас здесь уже не первый раз, и здесь у нас уже есть друзья, и эта встреча может быть даже важнее, чем те рекорды и победы, которые здесь несомненно состоятся. Атомпиада – это очень хорошее и важное событие. Оно позволяет нам быть ближе и сплочённее. Продолжился спортивный праздник футбольным матчем между Орфиадсвнеев и Никиет имени Долежали. Освещал игру комментатор спортивного канала «Матч ТВ» сыровчанин Владислав Родников. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Ряпов. Служба новостей Саров, 24.